А второй очень сложный вопрос был, это то, что мне кажется, что совершенно неоправданно и незаслуженно как-то вот после того, когда все произошло в 1991 году, была принижена роль Владимира Васильевича Щербицкого и даже в чем-то искажена. Конечно, он был человеком своего времени, своих убеждений, не менял их. Он идейным человеком был? Он очень идейным. Идейным? Идейным, конечно. Он был коммунистом без всяких скидок, так сказать, без никаких. Но все-таки нужно иметь в виду, что он пришел председателем Совета Министра Украины, если мне изменяет память, еще в начале 60-х годов. А ушел, трагически, к сожалению, вот известно когда и известно как. И если взять этот период и посмотреть, чем была Украина к концу 50-х, начало 60-х, и чем она стала к концу его времени, конечно, это не он, не только он, но это при нем. Поэтому я там попытался, насколько я мог, попытаться его объективно как-то представить. Был еще один эпизод личный, связанный с Щербицким. Это довольно частое возвращение к этой фигуре с беседок с Михаилом Сергеевичем Горбачевым. При неоднозначном отношении Михаила Сергеевича к Щербицкому, правда? Нет, оно уже не было неоднозначным. Оно вот, когда он был при власти, когда он был тем, кем был, там это ощущалось как-то. Да, видимо, все-таки его подогревали, доброжелатели в кавычках, да. А потом он все-таки осознал и понял это, что Щербицкий не был ему конкурентом. Конечно, он рассчитывал на то, чтобы возглавить Советский Союз. И рассчитывал. У него были для этого очень веские основания. Брежнев, Леонид Ильич к нему испытывал особое чувство. И даже поговаривают, что он прямым текстом говорил о том, кто должен быть его наследником. Естественно, это московским боярам, как называл Владимир Васильевич, не очень нравилось. Поэтому там была своя борьба. Но это вот именно на моменте смерти Брежнева. А после Андропова и Черленко, после двух смертей, Владимир Васильевич был слишком умным человеком, для того, чтобы не понимать, что не в силу его личных качеств, а в силу обстоятельств. Возраст. Он, принадлежащий уже все-таки больше к той плеяде, уже не мог на это рассчитывать. И он по-своему очень искренне поддерживал реформы. Конечно, некоторые из них он не понимал, критиковал, что-то не мог принять. Но необходимость изменений и необходимость делать то, что делалось тогда, он никогда не отрицал. По крайней мере, я от него никогда ничего подобного не слышал. И я рад, что в конечном счете, хотя, к сожалению, поздно, с большим опозданием, когда Владимира Васильевича уже не было, Михаил Сергеевич это понял.